Балаковская атомная станция выпустила в Волгу 73 тысячи мальков стерляди. Масштабную экологическую акцию по зарыблению саратовского водохранилища провели 28 июля в поселке Духовницкое. Как один из крупнейших водопользователей на территории Саратовской области, Балаковская АЭС считает своим долгом заботиться о сохранности водных биоресурсов. Ежегодно мы забираем порядка 80 миллионов кубометров, и, естественно, может попадать в молоть, может гибнуть. И законодательством о сохранении водных биоресурсов предусмотрена обязанность водопользователей восполнять и заботиться о сохранении водных биоресурсов. К этому с пониманием относится руководство концерна «Росэнергоатом», администрация Балаковская АЭС. Забота о сохранении и восполнении водных биоресурсов часть природоохранной деятельности атомной станции и ее вклад в федеральный проект «Оздоровление Волги». Я с чувством удовлетворения могу отметить, что вот это мероприятие является вкладом в ту огромную программу стоимостью 205 миллиардов рублей под названием, это федеральная программа под названием «Оздоровление Волги», где порядка 70 миллиардов рублей вне бюджетное вложение. В том числе Балаковская АЭС тоже участвует в этой программе и способствует восстановлению рыбных запасов на благо Волги, на благо нашего населения, на благо рыбаков, ну, собственно, всех нас. Мальков стерляди для Балаковской АЭС специально вырастили на Саратовском рыбопитомнике. Общий вес выпущенных двухмесячных сигалеток составил 657 килограммов. Средств на реализацию проекта не жалеют. В этом году на зарыбление Балаковская АЭС выделила 2 миллиона 300 тысяч рублей, а конкретно этот запуск мальков стерляди в акваторию Волги обошелся более чем 800 тысяч рублей. Следующий этап зарыбления пройдет через пару месяцев. Второй этап на этот год зарыбления у нас будет проводиться ближе к осени, в сентябре, либо октябре месяце. Там будет производиться более крупный выпуск. Это толстолобик, белый амур, сазан, уже более крупной навеской. Если сегодня мы выпускали более трех грамм навески, то последующий выпуск рыбоводческого продукта будет осуществляться навеской более 20 грамм. Мероприятия в рамках оздоровления Волги позволят сохранить биологическое разнообразие Великой Русской реки, а также благоприятно повлиять на чистоту и качество воды.